Тетрадки, нам уже пятый класс, нам уже надо побольше листов, получается. Цены уже, как говорится, и по 7, и по 8 гривен. Ручки у нас более-менее хорошая ручка, стоит 10 гривен. Хорошая ручка. Попроще, они, понятно, чуть-чуть попишут и перестают писать. Альбомчики, как говорится, цветная бумага. Ну, сейчас намного выросли цены, чем прошлый год даже. Потому что на констовары гривен 500 ушло. Марина Гунченко, многодетная мать, в школу собирает троих детей, еще одного в детский сад. Потратили уже весь семейный бюджет за несколько месяцев. И это при том, что на всем старались экономить. Собрать надо, очень много всего надо накупить. Чтобы ребенок каждый день в чем-то новеньком пришел. Юпочки, блузочки, вот это все. И костюмчики сейчас. Даже костюмы стали делать не тройки делают, а двойки. И цены, конечно, дороже, чем в прошлом году. Мы подсчитали, во сколько же обойдутся родителям сборы ребенка в школу. В среднем тетрадь стоит около 2 гривен. Самая дорогая – 14, и это не предел. Цена на ручки колеблется в пределах 10. За альбомы в среднем придется отдать от 10 до 30 гривен. Краски – от 12 и до сотни. Цена на хорошие цветные карандаши достигает 110 гривен. Так, канцелярский комплект обойдется родителям приблизительно в 500 гривен, если покупать школьные принадлежности на первое время. Столько же нужно будет заплатить за учебные пособия. Качественный портфель обойдется минимум в 600 гривен. А еще школьная и спортивная форма – это еще плюс порядка 2000 гривен. Итого, по грубым подсчетам, подготовить школьника к учебному году обойдется минимум в 4000 гривен. Педагоги также ждут учеников со смешанными чувствами. В этом году расходы на сферу образования из местных бюджетов значительно сократились. Я хочу выразить только слова благодарности нашим родителям, которые, создав в 90-е годы, в 99-м у нас был создан благотворительный фонд. И с тех пор мы поддерживаем косметический ремонт, текущий ремонт. Конечно, это за деньги родителей. Большинство учебных пособий приходится покупать за свой счет. Средств катастрофически не хватает. Зарплата в сфере образования за последние полтора года повысилась лишь на 4,3%, тогда как инфляция за этот период превысила 75%. Оппозиционный блок уже целый год добивается индексации зарплат для учителей. Потому что сегодня мы видим, что учители – это та категория, у которой минимальная, можно сказать, мизерная заработная плата. И то индексация, которую мы ждем, должна нам обеспечить, что если продукты и товары дорожают в 2-3 раза, то и зарплата, соответственно, должна учителей подниматься в 2 или в 3 раза. Инициативу сократить 5% работников бюджетной сферы в оппозиционном правительстве не поддерживают. Ведь главные претенденты на увольнение – учителя школ. Молодые учителя не идут работать по специальности, потому что зарплаты низкие. И с другой стороны, мы теряем опытных кадров, которые уходят на пенсию. Таким образом, мы можем просто потерять ту действенную систему образования, которая была до этого. Поэтому мы считаем, что это недопустимо – сокращать зарплаты, сокращать штат сегодня учителей. Потому что это приведет к краху в образовании. А если уже и смотреть на зарплаты, то в первую очередь нужно пересматривать, наверное, зарплаты чиновников. Оппозиционеры требуют отменить 15-процентный налог на доходы физических лиц, которые сейчас взымают с пенсии работающих педагогов. Не секрет, что каждый четвертый учитель в Украине – работающий пенсионер.